Продолжение следует... 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 дастся этот переход. Но нет, достаточно просто. Принял требования, понял их, осознал, и как бы вполне себя комфортно чувствую в этой позиции. Принял жертву на благо команды. Я бы не сказал, что жертву. Это не жертва, мне нравится как бы там играть, вот и все. И если там сейчас меня спросят, где тебе больше нравится играть, то мне кажется, я скажу именно центрального защитника. Но порой все-таки проглядывает, что тянет тебя в атаку. Порой тянет, да. Порой тянет, порой хочется просто пойти в обыгрыш где-то, там отдать, сыграть стеночку в короткую. Но я думаю, это не всегда плохо. Главное, чтобы это было не во вред команде. Да, да, согласен. Все-таки уже, если не ошибаюсь, два гола на твоем счету в этом сезоне. Да. Причем я помню, первый ты забил именно после моей вставки, что в этом сезоне ты еще не отличался. К сожалению, не забыл я, каком матче это было. Это было... В каком-то хорошем матче это было. Так, у нас 31-ая, 32-ая минута уже. Я думаю, сейчас уже к 35-ой минуте начнется давление Волгаря, чтобы идти на перерыв, введя в счете. Здесь Богатырев немножко потолкнул Берникова, Алексей чуть завелся, но, к счастью, вовремя успокоился. Ну, Алексей уже, если я не ошибаюсь, есть желтая карточка, да? Или нет, в начале ему дали? У Ирака Легиона желтая карточка была? А, да. Ну, может быть. Вот этот... Ой, нет. Хорошо поборолся Баланин. Серия падений, но всех их Матюнин оставляет без внимания, в принципе. Свисток молчит, да. В принципе, согласен. Я с ним. Понятное дело, что борьбы сегодня будет много, что матч будет напряженной, нервной. Так, второй мяч на поле, да, у нас, по-моему. Да, и Журавлев снова брасфит аут. И уже привычно с Локзионова начинается атака Волгаря. Журавлев опять понимает мяч. Ну, Журавлев, в принципе, и по передаче неплохой показатель. Юра хорошо ищет, да. И хорошо ищет адрес, видит его. Ну, вот сейчас, я думаю, либо Баланин, либо Локтионов, скорее всего, Локтионов. Да, вот это уже более удобная позиция для Романа. Что-то похожее на Спартак Владикавказ, да? Ну, думаю, да. Но там был мяч поближе, на мой взгляд. Здесь порядка 30 метров. Ну, если он попадет, то, я думаю, не важно. Да, для Романа это не расстояние. Не важно, 30, 35, 25. Ну да, защитники остались. Будет точно удар. Журавлев в центре поля. Ну, оставляет явно Локтионову под удар. Баланин, нет, разыграли. Рехитрили. Баланин нашел Журавлева. Подача, надо подачу. Подавать. Выиграть. Сшибает за Магомедов, ну, потому что куда-нибудь свалили. По мнению Матюнина. Не знаю, не видела фола тут, потому что Степанов просто выпрыгивал, а он просто в него. Ну, я не знаю, тут тоже, тут судьи трактуют совершенно по-разному. Братарские вот эти вот фолы. На повторе сейчас было видно, что Степанов немножко потянул за Майку Магомедову, ну, и тот не стал сопротивляться и упал. Ну, да, вопросов нет, да. Может быть. Ну, вообще-то, эвантажские вот эти фолы очень по-разному трактуются. Где-то свистится, где-то не свистится. И сами иногда не понимаешь, что нужно там сделать, чтобы он не свистнул. Чуть больше вперед, мне кажется, надо играть. Вот очень хороший пас от Журавлева. Нужно, нужно, надо, если хорошо. Больше левым флангом атакуют в этом матче пока что астраханцы. Ай-яй-яй. Хорошо Берников поборолся, Степанов. Подача будет. Подбор нужно забрать. Не получилось нацельно у Степанова подать. Ну, и контратаки, разумеется, у Легиона не получается. Как мы отмечали, довольно-таки просто. Играют махачкалинцы и ничего не изобретают. Ну, отдать должное блоку атаки, они вступают сразу в отбор. Там, на чужой половине поля, поэтому нету адреса кого-то. Не успевают посмотреть даже вверх махачкалинцы. Степанов. Потому что Волгарь ставит цель вернуть как можно быстрее себе мяч. Ну, конечно. И преимущество в счете. Ну, это уже неоднократно мы обращали внимание в своих трансляциях, что Волгарь очень высокий прессинг использует, наводя панику на защитные ряды соперника, ну и вынуждая тех... Сразу два игрока лежало Легиона на поле, но вроде все нормально. Забрать подбор. Ну и Матюнин не свистит. Такая помощь нужна махачкалинскому футболисту. Да, вот у них бежит доктор. Я хочу обратить внимание, на сумке у него значок Лиги Европы. Это еще, наверное, с Анжи по наследству перешла им. Да, они еще в прошлом году приезжали с подобной атрибутикой. Интересно очень. Некоторые даже и в форме Анжи приезжали. Ну, братские команды, видимо. Они, грубо говоря, как фарм-клуб вообще были. А кто сейчас фарм-клуб, интересно, Анжи Легион или Легион Анжи? Ну, будем надеяться, что у Анжи все наладится, потому что тоже очень хорошая команда была такая. Премьер Лиги, Лиги Европы играла. Жалко, конечно, жалко, что команды пропадают у нас. Ну, и Болгарь тоже через это прошел. Через... Ну, достойно прошел, я считаю. Через КФК и, да, в этот раз также справились с этим грузом. Да, вот Легион, хочу отметить, уже на линии штрафной выстроил последний свой ряду. Всем составом они на своей даже третьем поле. Да, и сейчас, возможно, нужно уже где-то сыграть в короткий пас и пробить, потому что очень уж низко сидят. Ну, Степанова может и ударить. Да, Степанова тоже очень хороший, плотный удар. Хорошо развернуть. А, не увидел Журова. Журов, не хочешь сказать Журов? Ну, я думаю, никто не обидится, если ты по прозвищам будешь называть футболистов. Думаю, тебе это простят. Да, надеюсь. Здесь, ну, в касание играют футболистов Волгаря, но все-таки в последней передаче приходится на защитника Легиона. Ну, очень большое скопление народу футболистов Легиона там в своей штрафной, поэтому тяжело что-то придумать. Может, какое-то нестандартное действие в офсайт. Да, увлекся. Берников потерял эту последнюю линию. Да, уже 38-ая минута подходит к завершению. Нужно, нужно сейчас надавить. Безусловно, гол в раздевалку может многое поменять. Тем более, как мы отмечали, Волгаря именно большую часть своих мячей забивает заключительную 15-минутку первого тайма. Да. Ну, здесь борьба, борьба. А, вот в пользу Волгаря. Все-таки пытаются Легионы играть красиво, как-то комбинируют, но пока не хватает им. Ну, мастерства, возможно, не хватает чуть-чуть. Не хочется никого обижать, конечно, но это видно. Потому что мысли, да, видны, интересны у команды из Рейстана, но вот именно чего-то возможно, элементарно мастерство. Ну, не нужно переводить игрок на чужую половину поля. Степанов хороший заброс на Берникова. В касание можно попробовать? Нет, не стал играть в касание. Да, это Алексей раскачает соперника, но зарабатывает только аут. Ну, а Степанов сейчас будет подавать такой угловой аут. Штрафную. Подбор нужно забирать. Не, ну, здесь в окружении двух наших ребят, я думаю, не справится. Да, вот сейчас это автобус. Легион сидит очень низко. Уже даже защитники заходят в свою штрафную последнюю. Ну, и такую ситуацию, действительно, нужно либо на дальние удары переходить, либо какие-то индивидуальные элементы включать. В принципе, что у нас есть дальние удары и у Журавлёву, Степанову, Локтевонову знают, я думаю, все. Ну, да. Ну, и техничные атакующие ребята тоже имеются. Ну, нужно найти момент просто для этого удара, чтобы он был подготовленный. Посмотрим сейчас. Или вот хорошая, вот такая передача нужна. А сайда нет? А зачем, зачем пяткой Зени? Почему нет? Мог слева пробить, по-моему, Зенин. Ну, решил сыграть красиво. Исполнить, так сказать, Гутти, но не получилось. Ну, Волгарь, по-моему, поймал Кураж. Да, да, да. Очень вдохновлённо играет. Стрелять. Нет, нет, нет. И вот как бы не увлечься атакой, вот сейчас будет, конечно, уже жёлтая. Недоволен Зенин. Ну, сорвал атаку. Ну, скорее всего, Андрей не согласен именно с поведением футболиста Легиона. Потому что грубого фола не было настолько, что вот... Но, чтобы лежать, да, грубого фола не было. Ну, всякое бывает, знаете, можно ногу и безобидной ситуации подвернуть. Поэтому давайте не будем уж так ругаться на футболиста Легиона. Ну, да, вспоминается мне, как Рио Фердинанд порвал связки голеностопа, просто смотря телевизор. Да, да, да. У нас 42-ая минута. Можно, думаю, уже обратиться к списку запасных. У Легиона как раз-таки Гаджикадиев, резервный голкибер. И Полевые Саадуев, Талибов, Эльдарушев, Абдулхамедов, Абдулхаев и Маазов. Ну, список резервов Волгаря также объявят Данилы. Запасные Волгари... Запасные Волгари, хотел сказать. Запасные игроки Волгаря. Это импульский Владислав, Бабаев Владлен, Дышеков Аслан, Мязин Андрей Игораев Виктор, Рожевин Роман, Лесников Дмитрий, Азявин Илья, Бутенко Александр и Баширин Павел. Если позволите, то еще тренерский состав и персонал объявлю. Главный тренер Панов Виталий Николаевич, начальник команды Целовальников Олег Николаевич, старший тренер Юхневич Юрий Алексеевич, тренер Макжанов Наиль Мунирович, тренер по работе с фатерями Климов Дмитрий Сергеевич, врач Афаунов Беслан Борисович и массажист Елизаров Алексей Александрович. Потому что вот редко слышу, как вот объявляйте ты персонал. А персонал это очень большая часть нашей команды, поэтому тоже отдадим им должное. Ну я признаюсь честно, вообще кроме главного тренера никого не объявляю. У нас на время носилки появляются. Вот видите, а мы говорили то, что... И вот пойдет сейчас игрок Легиона разминаться, как я понял. Надевает манишку. Ну две минуты. Ну я думаю, что две минуты добавить нужно, потому что два раза выходили врачи, если я не ошибаюсь. Ну и вот пока Волгарь в искусственном большинстве находится... Ну да, можно что-то из этого извлечь. Тоже не припомни, в каком матче, но был случай. Честно говоря, даже не вспомню в основном или в молодежном Волгаре, когда вот именно воспользовавшись вот этим искусственным большинством, Волгарь гол забил. Ну бывают такие случаи в большом футболе, мне кажется, не так часто, но и не так редко они встречаются. Потому что если быстро не успеть подготовить замену, или, например, какой-то стандарт, да, человеку вывели, а там стандарты избивают гол. Далеко бросают мяч, конечно, но зачем так делать? Да, это уже легкое хулиганство. Да. Ну на легкое хулиганство нужно отведать. Не отвечать только голами, а не... Безусловно, главное не поддаваться на эти провокации. Знаете, мы ли Александра Болонина, вспоминаем матч Соска, когда получил Александра по ногам от футболиста ростовской команды, за что тот был удален, вот Александр завелся, но, к счастью, быстро его успокоили. Ну, Саша бывает, да, и в первой лиге, я помню, у него было удаление во втором круге, по-моему, с кем-то. Тоже две такие неоправданные желтые. Ну, я помню его удаление еще в сезоне 14-15-го годов с Армавиром, когда также неоправданно пошел в жесткий стык и был удален. Да, не грубый игрок, но если заведется, то может сыграть грубо. Конечно, эмоции очень много решают в футболе. И вот главное, уметь их направить в нужное русло. Да, нужно поджимать, забирать подборы и переводить атаку. Ну, Денис Петров уже с табличкой. Сейчас опасно будет. А, нет, не успевает, думаю, фланг. Как анонсировал Данила, две минуты добавлено. Ну, и в атаке завершает первый тайм «Легион». Будут они подавать угловой. Да, сейчас нужно быть очень внимательным, потому что пропускать ни в коем случае нельзя. Давайте время и снова. Игрок «Легиона» на газоне. Да, что-то неладное. Может, отравились они всей командой. Не то скушали. Ну, уже третий раз за один тайм. В первом тайме я вот такого не помню, чтобы выбегали столько раз врачи. Причем стыка никакого же не было, по-моему. Сложно понять, что произошло с этим футболистом. Ну и вновь носилки. Не дали ребятам найти до их скамейки. Снова они появляются на поле. Ну, ребята, вот, да, не мерзнут сегодня, которые отвечают за носилки. Сейчас скажут, не надо, похоже. Ну и, по сути, в наблюдениях за страданиями игрока «Легиона» прошла первая компенсированная минута. Ну да, отказался от носилок. Что-то с плечом похоже, потому как он бежит. Выбил, возможно. Магомед Мартузалиев на обровке и за пределами поля. Ну а его одноклубники тем временем будут подавать угловой. Итюб-возыгрыш надо. Да, два человека идут в возыгрыш. Все здорово. Выбейте, поджать, поджать сейчас надо Волгарю. Такой жестковатый пас голкиперу, конечно, но Магомедов мяч обработал. Ну, было много времени, поэтому забрать мяч надо. В принципе, истекли. Две минуты компенсированного времени, но... Минутка, я думаю, еще даст он сыграть. Да, за счет страданий. Футболиста «Легиона». Быстрее нужно на Журавлева переводить мяч. И дальше на Зенина. Ну так и происходит. Быть в касании на Аболонина. Да, но я думаю, внесет коррективы все-таки Виталий Николаевич. Ему виднее, наверное, почему все-таки не так много моментов, да, у нас, как обычно. Действительно, тяжело идет игра? Тяжело, да, тяжело идет игра, нечего сказать. Плюс вот этот пропущенный мяч, конечно, не нужный совсем. Совершенно не нужный мяч, да. Один удар, я думаю, один удар, наверное, всего «Легион» провел за весь тайм и забил. Ну, отдать должное, хороший очень удар был. Ну, был еще удар со штрафного выше ворот. Ну, да. На этом все моменты «Легиона» и закончились. Тем временем, Матюнин дает свисток на перерыв. За эти 15 минут наш режиссер продемонстрирует вам все голы и опасные моменты первой половины встречи. Ну, а команды отправляются в раздевалки. Отдохнем и мы с вами. Матюнин дает свисток на перерыв. Матюнин дает свисток на перерыв. Так иии, вот он всякий друг. Матюнин дает свисток на перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Димаша а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аплодисменты Корректор А.Кулакова 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 гола в Сатем Волгаря. Все-таки сложновато понять, Болонин либо Степанов сделал это касание решающе. Ну, не суть важно. Счет на табло. Думаю, указания астроканцы получили от цели Панова. Будем смотреть, как они их будут материализовывать. Теперь по картинке слева от вас будут ворота Легиона. Справа Волгарь Как я понимаю, изменений в составах нет. Несмотря на многочисленные травмы, повреждения махачкалинских футболистов, все вернулись. Все на своих местах. Ну и, как объявляет Константин Демидов, также на месте Игорь Юрьевич Бабушкин. Вот он, пожалуйста, крупным главным продаем. Посмотрим, может быть, придаст эта новость дополнительную мотивацию, дополнительный импульс футболистам белосиних. Ну, я думаю, и без губернатора Волгарь должен мчаться вперед. Ну, просто так срабатывает, что присутствие Игоря Юрьевича становится дополнительным импульсом, увеличивающим, скажем так, продуктивность. Волгаря вернулся на нашу позицию Данила Козлов. Да, да, задержал меня Юрий Пугачев, который рвется в бой, вот разговаривали с ним. Поэтому ждем его в строю. Ну да, у Юрия непростая травма, но надеемся, все-таки мы его до конца сезона увидим. Ну что, Волгаря, думаю, вышел сверх мотивированным на второй тайм. После разговора с Виталием Николаевичем. Виталий Николаевич, он вообще как, часто кричит на вас? Часто повышает голос? Если это нужно, то повышает. Я думаю, он чувствует, когда это нужно сделать, когда этого не надо делать. Поэтому бывает, конечно, каждый тренер, я думаю, знает, когда нужно прикрикнуть, чтобы завести там команду, а когда наоборот успокоить. сейчас, я даже не знаю, не боюсь предполагать, кричал он или успокаивал наоборот. Ну, риску предположить, что не совсем Виталий Николаевич был доволен игрой. Ну да. Ну, посмотрим. Думаю, соответствующие коррективы внесены. Ну, я волгар... Ой, точнее, регион потихоньку будет уставать в любом случае. Сейчас должны появиться зоны. И, наверное, вот хороший пас на Берникова. Нужно найти адрес и подать. Возвращен куна Степанова. Фолк, сражение, фолк. Какая-то небольшая заварушка там. Ну, будут явно такие эмоциональные вспышки в нашем матче. Все-таки... Все-таки мы играем в южной зоне. Да, и никто не хочет уступать. Ну, вот Матюнин проводит воспитательную беседу с футболистом Легиона. Ну, и посмотрим, как это повлияет на их поведение. Не сказать, что игра была грубой, при том, что две карточки на счету футболистов Волгаря, да, и именно, причем, на счету вингеров. Все-таки оказалось право. Да, Алексей Берников получил желтую карточку. И Андрей Зенин также отмечен горчичником. Ну, да, понятно, такой матч никто не хочет проигрывать, поэтому борьба... Ну, я считаю, борьба в пределах правил пока что. Ничего такого сверх выходящего за рамки мы не видели. Ну, вот я рискну предположить, что, скорее всего, именно Крайков в скором времени Николаевич не из-за того больше, что недоволен игрой, именно из-за опасности мне кажется, что заведутся они. Ну, опасность, ну, это да, это одна из самых энергозатратных позиций также, поэтому, я думаю, 100% будут замены вингеров одного либо второго, а, возможно, и двух сразу. С ударом, можно с ударом, ай-яй-яй, успели накрыть. Тем более, и Берников и Зенин довольно-таки эмоциональные ребята, и здесь лишковать не стоит. Тем более, есть в запасе Гараев, есть в запасе Роживин. Да, я думаю, Гараев пойдет первый, Роживин, и Роживин пойдет следующий, если это потребуется. Так, я думаю, любой запасной может выйти и усилить игру команды, каких-то таких людей, которые просто так отсиживаются, там нет. А вот уже будет первая замена, как я понял. Да, Юрий Алексеевич передал Денису Петрову протокол. сделайте ставки. Пока не видно, кто выходит. Я пока не видно, но я рискну предположить, что это будет Мязин. Мне кажется, для Мязина ранова, то все-таки, ну... Ну, возможно, но не знаю, почему мне так кажется. Все-таки, если я вместо Мязин, то вместо кого? Воробьев, Погосов, Болонин? Воробьев, Воробьев. Мязин в центр, нападение и под ним Болонин с Погосовым. Ну, пока Болонин выполняет штрафной? Простите, угловой? Угловой. Возыгрыш. В замахе убирает Болонин. Ну, да, не получилось то, что хотели. Ну, хорошо, переводит на другой фланг и у Алексея пространство. Ну, что бросается в глаза, в этом сезоне у Волгаря очень много разнообразных вариантов в розыгры и стандартов. Все-таки в прошлое первенство чаще всего запоминалось подачи такой, когда массово скапливались у ближней штанги футболисты. Хорошая подача. Ну, да, название такое куча как бы в простонародье, когда скопление на ближней штанге игроков для того, чтобы и в ротарию было тяжелее выйти. Бутенко все-таки на обровке, немецен. Бутенко, да. Бутенко, я думаю, то, что это либо Погосов, либо Болонина идет. Бутенко не вместо Воробьева у нас выйдет. Я думаю, нет, потому что Мязино приберегут... А, Гараев у нас на обровке, почему Бутенко? Гараев на обровке и он выйдет скорее всего вместо Зенина. Ну да, хорошая комбинация. Руки. Нет, не свистит судья. Вот. Придавили к штрафной легиона угловой. Да, стоило нам заговорить о заменах вингеров, как, пожалуйста. Ну, после углового, я думаю, будет замена. Болельщики просят гол. Ну и Болонин будет очередной по угловой подавать. Ну а здесь у всем и у легиона скоро состоится замена. Толчок был штрафной. хорошо входит найти адрес. с ударом. Ай, неудобно подработал Мануковский. Можно было пробить Берников. Возможно, подача. Да, и следует подача, но не смог перебить ближнего. Перебил ближнего, да. Борьба. Не выпускают астраканцы своих соперников от их штрафной. Нужно забивать обязательно первые минуты. Наглухо заперт в махачкалинстве. Журавлев дальше. Да, вот так вот растягивают, растягивают оборону, переводя с фланга на фланг. Показывает офсайд, но нет. Удар, хороший удар! Рядом со штангой. Берников покинет поле? Да, Берников все-таки. Берников поднаелся Леша немного, возможно. А возможно более быстрый Гараев освежит игру. Посмотрим. Не знаю, мне обычно кажется, что Гараев меньше нацелен на атаку, нежели Берников, по крайней мере, так совпадает. Возможно, менее нацелен, но Гараев более быстрый. Мне кажется, вот эти вот зоны, осваивать зоны ему будет проще. То есть, когда перед ним свободное пространство, он очень хорошую скорость с мячом развивает именно. Были матчи, где он прям чуть ли не от своих ворот мог протащить мяч до чужого углового. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Хорошо, хорошо, Пассингут отдать дальше, здорово. Обыгрывать, можно обыгрывать. Входишь в трафаре? я хотел между ног, хотел между ног отдать, но здорово, цепляется. не выпускать не было фола, но это уже какая-то игра лежа, по-моему, он там в партере играет. И отходить мяч, да. Защитник у дагестанской команды. Вот сейчас не надо накрывать, потому что будет отворот, да. Удивило, конечно, что защитник Динамо сейчас не стал играть на отбой. Видимо, хотел он оставить мяч под контролем своей команды, что, в принципе, у него и получилось. Ну да, хотел сохранить мяч. Да, сейчас будет растягиваться, я думаю, такие паузы, отворот, потому что второй тайм уже идет, и Легион будет немножко подтягивать время. Ну, напомню, что предыдущий матч в Астрахе между Легионом и Волгарем также завершился 1-1. Да. И также Волгарь еще он открыл, но... Последний матч был в Толу-Чернинстве. Вот нужно быстрее переводить на другой фланг. Я думаю, будет сейчас по Степанову. Да, он следует. Хорошо. Ай-яй-яй. Горайф немножко ошибается. Ну, вот как-то, знаешь, отсюда кажется, что футболист Легион тяжеловато перемещается поперек поля. То есть... Тяжеловато, тяжеловато. Конечно, тяжело обороняться столько времени. Посмотрите, в первом тайме они практически позиционных атак не имели. Поэтому тяжело в любом случае им уже. Нужно воспользоваться, не останавливаться ни в коем случае и не подстраиваться под их темп. Вот, потащить и смену хорошо. Нужно подачи. Затянул здесь Микрос подачи. потому что не его левая нога. Ну, вот именно момент для дриблинга ему перекрывали оппоненты. Вот и Воробьев помогает уже Магомедову, чтобы максимально быстро голкипер легиона ввел мяч в игру. Ну да, 10 минут прошло у нас от начала второго тайма. Пока мы видим такую же картину, Волгарь доминирует, но супер моментов пока что не создается. Понятно, что рисунок игры не поменяется. То есть продолжит Волгарь вжимать легион в их ворота, ну а соперники будут пытаться подобно пружине разжаться. в штрафной выполняет легион. Даже не бегут они в штрафную, то есть нету никакой мысли. Они понимают, что если они побегут, то могут нарваться на быструю контратаку. Я думаю, то что это им не надо и они будут вот так вот искать свои шансы, так сказать, либо в индивидуальных действиях кого-то там либо дальний удар атак нужно выигрывать из единоборства. Здорово. Фол. Ну и вот у легиона переодевается резервный игрок. Ну да, пора уже делать замены. Я думаю, в центр поля скорее всего замена. Либо вот эти два нападающих, которые большой объем обработы покрывают. Хорошо, очень хорошо разыграли. нужно отдать. Здорово. Поставить и удар. Ай-яй-яй. Ну точно в руки. Да, но хорошая комбинация очень. Ну, нужно было пробивать все-таки ближе к штанге. Ну да, отсюда, конечно, можно сказать, что нужно, куда нужно было пробивать, а не всегда получается. Хорошо выиграем борьбу. Нужно перевести на другой фланг. чуть-чуть побыстрее можно сделать. Хорошая передача по ГОСФУ, он не справился с обработкой. Тут же мгновенно возвращается в отбор. Тут же вступают в отбор. Это очень радует. тяжело бороться с прессингом баллистом Легиона, то есть действительно вызывает у них какую-то панику, что ли. Ну да, недостаток этого как раз мастерства, он вызывает панику, потому что команды более высокого уровня, возможно, из-под этого прессинга выходили бы. Нет какой-то, знаете, боязни ошибиться. Ну, так они в десятером отскакивают к своей штрафной площади, даже я бы сказал. Я думаю, скоро Мязин уже войдет в игру, потому что можно сейчас где-то поиграть флангами пока что, потому что насыщенно, видите, очень насыщен центр, очень тяжело проходить через центр. Нужно идеально точные и четкие передачи, чтобы его вскрыть. Да, середину махачкалинцы очень насытили. Отдать им должное это организованная команда, сколько раз мы их не разбирали, точнее, разбирали сколько раз. Все время как бы Виталий Николаевич обращал внимание, что прогулки легкой не будет, и это организованная действительно команда в обороне отдать им за это должное. вот выходит Шамиль Садуев. Садуев, десятый номер. Ну, в принципе, также в атаку на освежение атаки замена. Ну, да, вот он, наверное, вторым нападающим будет как раз поглощать вот эту вот дистанцию при смене направлений. Выиграть единоборство. Ну, легко выигрывать с верхового единоборства. У нас достаточно высокие центральные защитники. Степанов, Локтионов, Журавлев не составляет выдая. Ну, и по сути, в них никто не идет и с соперником. Ну, никто, никто, да, никто не идет. Все уже уходят в подбор, потому что, видимо, заранее знают, что проиграют и уже стараются подбирать подборы. Но подбор пока за нами. Посмотрим. Нужно чуть-чуть убыстрить игру. Хорошо поменять фланг. Журавлев это хорошее продолжение, но немножко не точно. Безусловно, если мяч начинает быстро ходить у Волгаря, то у футболистов Легиона это вызывает определенную панику и сложности. Вот такие моменты тут. здесь все забирается аут в пользу Легиона. ну вот и Мязин. Да, Мязин сейчас видит на поле. Сейчас можно больше поиграть какими-то фланговыми прострелами, подачами либо больше в него под скидку, потому что он достаточно хорошо укрывает корпусом, скидывает. Андрей вообще достаточно опытный футболист. если я не ошибаюсь, он играл уже за Волгаря. Да, в сезоне 11-12 и по-моему 37 игр и 6 забитых мячей на его счету. Ну, уникальность Мязина в том, что он забивал ворота Волгаря в составе всех тех команд, в которые он потом переходил. И Уфа, Луч, Ротор, Петротрест. Гроза Волгаря. Да, вот так и совпадало, что Волгарев забивал стабильно. Ну, сегодня он должен быть Грозой Легиона, я думаю. Ай, хорошая передача, вот нужно входить, отдавать, да. Здорово, ай, хорошая комбинация, хорошая комбинация, да. Но вот сразу вступают в прессинг и просто ничего не остается, как выносить этот мяч. А здесь нужен подбор, да, забирает Волгаря этот мяч. Ну, здесь главное, чтобы футболисты Волгаря сами суетиться и начали. Если вспомнить домашний матч против СКА Ростов, когда действительно очень долго держалась нулевая ничья и только пушечный удар Журавлева принес астраханцам три очка. Была суета, да, но не должны начать суетиться, потому что суета, как говорится, ни к чему хорошему не приводит. Игра-то есть, игра идет, игра дается, но не хватает именно завершающего элемента. Надо наткнуть свою линию, да, вот Владимир Бабаев сейчас выйдет, футболист, который может обыграть, один в один натянуть, забить так же, что он доказал в прошлом туре. Ну, это понятно, что либо Болонин, либо Погосов. Да, либо Болонин, либо Погосов. Я думаю, то, что Погосов наверное, снимет он, если у Болонина все хорошо с ногой. Кого он снимает? А, Бабаев выходит Твингера, выходит вместо Зенина. Ну, так вот, думали мы, выйдет Рожживин, но как бы Бабаев. Ну, Владимир тоже принял эту позицию, как бы он теперь и вингер, и инсайд. Но я думаю, это не просто так, как бы нужно сейчас играть в атаку, а Бабаев более хорош, так сказать, в атаке, да. Поэтому пускать Бабаева Виталия Николаевича, чтобы еще более сжать тиски. Безусловно, Владлен более скоростной, более техничный игрок, нежели Зенина. Все-таки у Андрея свои преимущества. Но сейчас нужно именно вот... Вот сейчас нужно рисковать. Нет. Хорошая подача. Подача. Борьба. Нужна борьба. Снова Сутолка. Ударится Махчкалинцев не стремит. Получается у них это, жесткий стык, но... Встал Матюнин давать свисток. Вот одна подача и сразу хороший момент. Нужно просто выиграть это единоборство. Я думаю, Андрей выиграет все-таки. Хорошо. Бабаев уже в третий или четвертый раз выходит на позицию латераля. То есть есть у него опыт, есть у него в принципе и возможности и по физике он вытягивает и передача у него хорошая, точная. Опять вот убегает врач, но... Мне кажется, врач проводит столько же времени, сколько футболиста на поле, потому что уже какой-то четвертый раз выходит. По такой логике, я думаю, разживина мы не увидим в сегодняшнем матче. Думаю, да, по такой логике не увидим. Но возможно он заменит Бабаева, Бабаев сместится в инсайдную зону, если только так. Ну, у нас еще в запасе Бутенко и Лесников на эти позиции. Посмотрим и Виталий Николаевич лучше нас знает, кого и когда надо менять. Конечно. Ну, а пока Роман Локтевонов. Мы с вами можем только угадывать. Да, и не всегда угадываем. Главное признать свои ошибки. Что ж, уже 20 минут во втором тайме сыграли команды, счет по-прежнему 1-1. Ну, и, откровенно говоря, моментов-то мы еще не видели после перерыва. Да, были интересные и опасные подходы, но вот именно этого решающего удара в логике не хватает. Ну, а Легион... Легион сейчас обжался очень низко. Нужно какие-то искать пути. Я думаю, то, что Виталий Николаевич рассказал, как нужно действовать в перерыве. Вот, например, так. Нужен хороший прострел? Нет. Возможно, нужно было немножко дать черпака на дальнюю в таком моменте. Ну, и сам Бабаев идет, судя по всему, в упадочной угловой. Да, сейчас посмотрим, домашняя заготовка какая-то будет. Ну, там штрафное, видимо, опять какая-то не сберега. Снова Матюнин читает нотации футболистам. баба в покрапке. Можно входить. Хорошая подача. Ай-яй-яй. Матрикашетов от футболиста Волгаря, мяч снова уходит за лицевой и тем временем у Страханцев еще одна замена произойдет. Бутенко, я думаю, нет. Ну, из-за анонсированных нами Бутенко Лесняков остались. Все-таки. Ну, игра диктует, мне кажется, Бутенко. Посмотрим, кого выбьет Виталий Николаевич. Асландышеков тоже имеет опыт игры под нападающим. Да, да. Конечно, еще есть Асландышеков, поэтому. Ну, все-таки в данной ситуации я бы сделал ставку на более легкого Бутенко. Возможно, да. Сейчас увидим. Нужно, нужно пассинговать. Пока мечом владеет Легион, вот, интересная по замыслу передача. Нужна поддержка от партнеров у Дунянов. да, потянем. Ай-яй-яй. Журавлев немножко отпустил мяч. Ну, как говорится, если не идет гол с игры, то нужно использовать стандарты. Возможно, придет он со стандартов. Пока он разглядит 95-й номер на табличке. Ну, по Госсу, значит, поменяют. И с Петру. хорошо, нужно быстро выйти в атаку. Дальше. Не надо, я думаю, Болгарю упрощать сейчас игру все-таки еще около 25 минут до финального свистка, поэтому можно еще пытаться взломать оборону Легиона через комбинацию. Ну да, номер 71 Бутенко появится на поле. Здорово. Дальше. Хорошо, вот атака будет 3 в 4. Хороший пас. Ай, я немножко не хотел скорости, Саш. Да, видим, наелся Болонин. Ну да, уже тяжеловато становится выбегать такие атаки. Ну, пока что именно Погосов. Ну что ж, из предсказанных нами замен осталось только Лесников вместо Болонина. Да, Лесников вместо Болонина. Хорошая передача нужно скинуть. Ай-яй-яй. И это оно. Вновь мяч приходит к руке. В руке к Магомеду. Во втором тайме больше стали делать забросов таких черпачков за спину. И в принципе они доводят до каких-то полумоментов. Остается только отдать последнюю передачу. Ну, они создают такую панику в обороне Легиона, но все-таки из искры пламя пока не разгорелось. Да. Здесь очередной стык в центре поля. Возмущение махиколинских футболистов. Ставлю на то, что сейчас выбежит доктор. Ну, и вот Болонин получает желтую карточку. нет, смотрите, в этот раз обошлось без доктора. Странно. Ну, видимо, рефери предупредил, что не поверит. тем временем уже 70-ая минута. Да, и у Пану всего лишь одна замена осталась. за спину запустил Журавлев. Ничего успевает. двоем уже нагревают болезнь региона. Выжили вообще. Главное, не угловой не дать сделать. Длиннее уже нужно играть, конечно. Да, пытается Волгарь максимально коротко играть при выходе через оборону. Да, это создает волнение у болельщиков, но это действительно красиво смотрится. В принципе, наблюдая за ведущими европейскими чемпионатами, отмечая, что там также топ-клубы стараются делать. красиво, но доля риска всегда есть в таких выходах в коротких передачах. Да, не все болельщики одобрят. К счастью, Волгарь пока не наказывает никто. Так, ну и вот походу пятая замена. Юрий Алексеевич отдал. Играть. Отдал записи на выходе. Ну что, Лесников или же Дышеков это самое очевидное кандидатурой, да, но... Я думаю, Лесников, да, более мобильный, наверное, футболист. Хотя у Дышеков очень хороший пас, хорошее видение поля, возможно, его передать сейчас понадобится. Вот кинуть, да, Журавлев далеко кидает. Ну, безусловно, Аслан Дышеков больше как опорник известен, именно поэтому имеет он хороший пас, я думаю. Ну да. не попадает в кадр пока что футболист, готовящийся к выходу. Крупным планом Виталий Панопа на ушках разума здесь вновь футболист Легиона мешает астраханцам разыграя штрафной маленький футбольные хитрости. Да, это все-таки Адышеков. Адышеков, да. Великол 33 номер на табличке Дениса Петрова, ну и вот сам Аслан. Сделали ставку на опыт, значит. Аслан может тоже решить исход этого матча. Нужна хорошая подача сейчас. Будет домашняя заготовка. Нет, не прошла она, к сожалению. Возможно можно было просто подать. Успеет он, успеет, нужно бежать за ним. Догоняет, но здесь пятеро футболистов уже был горят. Да, но выжимает максимум футболист Легиона, один против пятерых и угловой это супер для него. Безусловно обыграть пятерых было бы нереально, каким бы Месси ты не был. Ну, или Ладьян Бабаев. Ну, разумеется, не спеша, игрок матча направляется к угловому флажку. Ну, только Матюнин вправе указывать ему с каким темпом идти на подачу углового. Матюнин в принципе замечаний не сделал и Легион получает шанс организовать момент не фалить главное. Хорошая скидка. Хорош. Саганович выручает. Ну, вот нашел Легион в свой момент все-таки вот сейчас очень опасно было. Молодец, Дима Саганович. Не потерял он концентрацию, потому что очень долго он был без работы по сути. Да, самое тяжелое это стоять 80 минут на 81-й выручитель. Опять угловой, но уже специально они угловой зарабатывают, но это тоже своя тактика, своя схема, как бы тут никаких претензий не может быть к игрокам Легиона. Ну, видимо, нет у них таких креативных футболистов, которые способны одного-двоих защитников накрутить. Ну, да, каждый действует своими методами, как бы. Посмотрим сейчас за этим угловым. Нужно быть очень внимательным и предельно. Снова идет подача на ближний угол. Да, нужно поджимать. Поджимает, будет out. Ну, вот, Аслан Дешеков сейчас появится на поле, вместо места... Сто баллой на колу. В принципе, было логично. Тем более, экстрен, получил желтую карточку только что. Да. Ну, элементарно уже практически 75 минут он отбегал. Да. И, в принципе, не сказать, что он бывал номер. Нет. Отдался игре полностью и заслуженно отправляется отдыхать. Такая борьба за инициативу, что идет борьба в центре поля. Ну, все полевые игроки на половине волгаря в данный момент. Да, вот опасно. Не фалить, главное. Хорошо, молодец, волоксионов. Ну, футболист лига упал. Упал, но не просил пенальти, поэтому к нему никаких вопросов нет. Ну, такой взгляд был с надеждой в сторону Матюнина, разумеется, там не было никакого намека на 11-метровый. Да, нужно быстрее чуть-чуть ускорить темп игры, поднять его в последние 15 минут. Там, Мязин штрафной возможно сделать пару подач кроссов Журавлев. Хорошо. Страховка работает, конечно, у легиона хорошо, но получать на эти волгаря. Хорошая подача нужна. Улучшает Гараев позицию. Это Бабаев правда. Да, направо Владимир Бабаев. Бабаев, да, оказалось, поменялись, видимо. Нужна хорошая подача, вот когда гол не идет с игры помогают всегда угловые топ-команды доказывают это, им очень много со стандартов забивают. Ну и Легион всем составом своей штрафной. Да, тренер там что-то подсказывает. Ай, плохая подача, не перебил первого. На подбое наше будет последовать вторая подача, я думаю. Бабаеву, можно Бабаеву? Ай, я не увидел Бабаева, он Бабаев совсем один. Мне кажется, видели защитники Легиона Бабаевы и держали в умеет потенциальную передачу? Ну, знаете, в первый темп, в касание, я думаю, она прошла бы. Ну, ничего, ладно, атака продолжается. Ну, еще около 15 минут, я думаю, есть у команд. лагеря, традиционно, барселоновский процент владения мячом демонстрирует, ну. Да, вот такие немынужные ошибки сейчас очень не нужны, ну, сразу, сразу идет прессинг, вынос, здесь нужно осторожно, осторожно и надежно. Можно соганомить, и даже подключить. да, я думаю, Сыганыш отдаст дальше. Пытается через короткий пас все-таки переходить футболисты Волгаря в атаку. Вот, скажем, длинный заброс налево. Наверное, нужно бороться, бороться. Не фалит. Да, может, чуть-чуть упростили игру, не надо упрощать игру, действовать в своей манере, гол все равно придет. Да, замена в составе Легиона. Да, Волгаря все свои пять замен уже использовал. Я не думаю, что Виталий Панов поспешил с этими изменениями. Да нет, все вовремя. 14-й номер покидают, 14-й кто у нас? Талибов появился на поле вместо Джабраила Кадзиева. Это тоже вперед, но все равно видимо, что Талибов немножко в оттяжку вышел, не на позицию чистого форварда. поглотили большое количество работы нападающей, потому что тяжело перестраиваться, обороняться. Неплохой пас, но сильный, сильный. Безусловно, оборона отнимает очень много сил, но все-таки держится, держится Легион, щит, но не ломается. Да. Выносят в это Легиона высоко. Отдают мяч просто Легион для начала новой атаки, но пока чуть-чуть не клеится. Высоко встречают футболисты Легиона Астраханцев. Я думаю, сейчас они все равно отойдут назад. Видно, это да, повалют. Экспрессом. Да, когда есть момент какой-то встретив, что они конечно встречают, но в большинстве все равно отходят. Хороший хороший розыгрыш. Входить в центр, отдавать. Хорошая стенка, еще стенка. Дешеков протолкнул мяч. Не ставит пенальти, хотя по-моему цепляли Бабаева. А возможно сам упал конечно не видно было. Сейчас повторно продемонстрируют. Дешек мяч протолкнул. чисто. непонятно. Тяжелый момент для судьи и для нас, поэтому не будем делать каких-то выводов. В какой причем ситуации такие обычно места в пенальти? Ну да. Неплохая диагональ, нужно идти до конца и стрелять угловой. Хорошо, заработали угловой, сейчас нужно не торопиться, спокойно расставиться и подать в нужную точку. Сколько уже? 6 или 7 угловых подали астраханцы? но пока таких, что прям хороших, подач одна была всего. Нужно перебить первого и сейчас посмотрим, что покажет подающий, какую из комбинаций выберет. Дешек приходит в кучу, но я думаю это будет не куча. Самые популярные розыгрыши прошлого сезона. Сейчас будет что-то интересное, мне кажется. Я думаю не так загревает соперника, как будто будет куча. Дешек ждет, пока Матюнин даст отмашку. часто возникают небольшие потасовки в Уратарской. Следующая подача. А, его успевают еще угловой будет. Ну, здесь, да, ненужный совсем угловой для футболистов Легиона. Некоторые мячы брать. По сути, защитник был один на просторе, но видимо перенервничал и вынес печатство угловой. Ну да, в трафно не всегда видишь один ты или нет, поэтому лучше, проще. Неплохая подача. Плохой прием, но все равно да, Легион даже не пытается уже выбегать куда-то. Отдает инициативу Волгарю, главное ей воспользоваться. Ну, еще приблизительно 10 минут. Да, 10 минут есть в расположении. Но Легион эти минуты надо терпеть. Другим словом, я не могу охарактеризовать игру махачкалинской команды. Ну, это тоже как бы их стиль на эту игру, они понимают то, что они может где-то чуть-чуть слабее, поэтому выбирают более оптимальный стиль, как бы тут никакого укора в их сторону нет. пенальти. если вспоминает легендарный матч сборной России Испании, один испанский журналист сказал, что у России был один план терпеть, молиться и ждать пенальти. Ну, да, как по-другому. Ну, здесь желтый карточек награждается футбольский региона? Нужно играть на своих сильных сторонах или сторонах вот этого я не знаю, так что поправите меня, если что. Здесь уже потасок как это рождается уже. Ну, не надо, не надо обращать внимание нашим ребятам, потому что это время, все это убивается, время драгоценное. Ну, и тратятся столь нужные эмоции, все-таки. Забираются силы, нужно прийти в себя и отвечать сопернику на поле Владлен Бабаев и мяча. Нужна хорошая передача, пока что не доходило хороших передач, чтобы передача пришла прямо в голову. Да, действительно, сколько стандартов Волгарь сегодня выполнил, в принципе, реальных угроз ворот Магомедова мы не увидели. Да, ну, я думаю, будет сейчас Журавлев в дальнюю штангу играть. Посмотрим. Ну, хоть и гол пришел, в принципе, после стандарта. Да, но если убрать этот момент других опасностей, я еще не припоминаю. Бабаев что придумает? Журавлев отваливается. Не доходит, игрока Ольга Верича. Пока что все защитники там, нужно найти возможности подать туда еще раз. Да. продон был налево, но... Ай, плохо, плохо. Вануковский не заметил. Журавлев. Вот Магомедов высокую свечу снова зажигает. Ну, опять мяч у волгаря, как обычно, после выноса. Нужно навязать борьбу вот тут. хорошо отбирает Журавлев. Стыг. фалит, фалит, фалит. Шел на фолл 12 номер. Ну, ну, что ж, пока под вопросом третья победа из трех над Легионом в этом сезоне. В прошлом сезоне также было две победы и ничья. Сейчас, напомню, в чемпионате Волгарь выиграла Махачкали с счетом 3-0. В кубке разгромили Легион в Астрахани с тем же счетом, но в матче первенства Ну, верим до конца все равно Петода практически в 8-0.5 минут до прежней ничья. Длинный заброс Только самим не нужно привозить. Да, хорошо, что так. Отворот будет разыгрывать Волгарь и начинает свою атаку шелонированную. По сути, Талибов он один там на Слине, но против троих таких мощных защитников как у Волгаря что-то придумать тяжело. Не фалить, главное тут не фалить сейчас. потому что фалить сейчас очень много времени забирать будет. Вот спокойно, чисто. Безусловно, Волгарю нужно взять мяч под контроль. Вот другая ай-яй-яй, не точно. Найти момент и забить его нужно сейчас. Но главное не паниковать, потому что паника в атаке вообще не помощник. Ну, Степанов один. замечает его Роман Локтионов. Ай-яй-яй, бороться. Фолс вестит судья, не знаю. Не увидел там нарушения свобода удара. Тает, тает время, конечно, но в принципе для того, чтобы выиграть победу, любой из команд хватит одного касания. Да. Магомедов всем своим видом показывает, что будет счастлив и ничьей в Астрахани. Ну, уже начинают на отбой играть, бить вперед просто. Хотя, они не прекращали. Хотя, как начинали, да, они так и начинали, по-моему. стараются сохранить и удержать мяч как можно дольше у себя. Максимально просто играет Легион, если это дает результат. Но пока что до 87-й минуты эффективно, можно сказать. Да, без лишнего, кажется, блеска, без лишнего лоска. он на данный момент не играет в ничью с лидером дивизиона. Быстро-быстро откатываются футболисты Легион на свое поле. Все-таки, хоть мы и предполагали, что они подустат, но нет, все-таки физическая готовность у команды из Дагестана на хорошем уровне. Убегают в атаку. Нужно сейчас один против пятерых будет сохранять мяч, конечно. Неплохая передача по замыслу, но... Ну, если Талибов зацепится, то, конечно, могло быть опасно. Да, отворот начинает Волгарь, нужно быстро начинать. Нужно быстро всей командой сейчас переходить на чужую половину и уже там проводить последние атаки. Главное не терять мяч. В центре один повлечен. Я думаю, уже на последних минут будет не до красоты. да, конечно. Может, где-то и попроще тут нужно. Чуть вперед, чуть больше. Справа заметить Степанова. Да. Вот, замечает только Бабаева. Здорово. Принимает мяч. Дешеков. Еще Дешеков. Да, нужно. Ну, вот, вот здесь нужно найти вот эту стеночку. Ну, очень низко сидят они, конечно. Да, тяжело найти лазейку какую-то. Возможно, больше с флангов нужно позакидывать туда. Потому, что тяжело, когда вся команда находится. По сути, восемь защитников в линию легиона выстраиваются. Ну, да. Просто пять уже в штрафной и три на дне. здесь вот нужны индивидуальные действия от Бабаева. Он сворачивает немножко в центр. Здорово продевает. Ай-яй-яй, успеет бы опередить. Ну, вот опять лежит игрок легиона. Опять убивается мяч. Да, сегодня, по-моему, рекорд, наверное, будет по количеству выхода врача на поле. Потому, что это уже пятый или шестой раз, да, выходит носилки понесли. Да, как часто носилки я давно не видел на поле. Я в больнице был в последний раз, столько носилок не видел, сколько сегодня. Ну, ладно, у каждого, конечно, свои методы. Тут критиковать никого не буду. Поэтому вот, носилки уже унесли, помощь не понадобилась. Как говорится, на войне все средства хороши. Да, тем временем уже заключительная минута основного времени на нашем секундомере и Денис Петров вот-вот продемонстрирует количество компенсированных минут. Ну, сколько? Четыре минуты он должен добавить по-любому, потому, что вы столько раз выходили на носилки, замены почти все использовали. Сейчас посмотрим, сколько он покажет. Ну, не меньше четырех, я уверен. Да, четыре минуты. на спасение, чтобы не прервалась. это волшебная серия. Да, вот Степанов уже идет в атаку. Я думаю, будет сейчас игра попроще. Давай, давай, давай. На край нужно перевести, на Бабаева. все, Бабаев, да. Удар, ну, нет, 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 нет. Ой, неловко отбивать Магомедов. Да, вот сейчас было опасно. Ну, возможно, поторопился он с ударом, был совершенно один Бабаев справа, и можно было ему отдать под подачу, потому, что уже Степанов пришел туда, штрафную. Ну, что ж, видимо, у Магомедова тоже нервишки пошаливают, и можно его проверять дальними ударами. Ну, Тренер вот сейчас с региона очень экспрессивно так на все реагирует. Ну, понятное дело, как бы, заведены бы его подопечные на эту ядру. Не поняли друг друга, Бутенко с Бабаевым. в принципе, в принципе, Волгарь с тем составом на половине региона, уже там будут включать прессинг. Да, фол, очень плохо, что фол, это съезд полминуты минимум. Сейчас все пойдут замены. да, у легиона-то они еще есть. Тяжелейший, конечно же, матч, тяжелейшее завершение календарного года. Да. Магомедов сам начинает атаку на команде. Это желтая кальчика, конечно, стоит уже выбивать столько времени, полторы минуты съел просто. После предупреждения, разумеется, заторопился Магомедов? Да, заторопился и выбил в аут. А мог бы выбить поле и чуть побольше и не сгоновать. все-таки у легиона такой цели нет. Посмотри, как впрежден включается. Они сразу же вынуждают ошибиться в Алгаре. Да, странно. Видимо, это стало неожиданностью для зацепиться. Хорошо пробивает. Сохранить, конечно, здесь нет, к сожалению, не получается. Да, и все отскоки футболистам легиона, как на зло сегодня. Значит, много будет единоборств, там в последних секундах. Да, но надо уже идти туда Степанову Журавлеву. Уже 94-я минута, не знаю, компенсировать для матюнин еще. Нужно выиграть единоборство. уже просто убиваются. И сейчас, скорее всего, будет замена. Нет? А, да. отдать должное, не стал тянуть время или стал. Разумеется, не торопясь, вот болезнь легиона кидает поле, какие-то переговоры с матюниным. Повязку еще снимает. Ну, будет ли он испытывать терапии матюнина. и... Не, ну, он имеет право идти шагом, потому что, как бы, можно сказать, может, он с травмой или еще что-то. Это не запрещено. Никак. Может побежать, может шагом пойти. Ну, совсем медленно, конечно. Ну, у нас в те времена истекли 4 компенсированные минуты. Да, ну, я думаю, то, что 1-2 еще должны сыграть. Ну, это все уже на усмотрение матюнина. Да. Ну, Болгарю нужно просто уже сбиваться на овал. Ну, да, бить вперед, как говорится. Ничего не придумывать. Может быть, какой-то стандарт. оставить корпус. Входить. Да нет, 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 ну, вообще, непонятное решение, просто. Нужно было стрелять вдоль линии, там, все, что угодно могло произойти, но, походу, Саша пробить хотел. Да. Ну, тоже нервы, видимо, сдают. одна из последних атак, наверное. Потому что уже, да, пять минут переиграли команды, и дает матюни свисток. Вновь не получилось три из трех забрать у легиона. Ну, стоит отдать должное махачкалинской команде, они бились и старались, но здесь главное, чтобы без лишних провокаций. И потасок. Давайте уже. Да, хочется поблагодарить всех, всех, кто нас смотрел, слушал, и махачкалинский. Ну, вот здесь смотрел, Данила, что начинается, но это безобразие. Начается драка, да. Пойду, конечно, пошу здесь. Хорошо, благодарим Данила Козлова, надеюсь, все-таки его участие не понадобится. Слежит на газоне футболиста-волгоряга, ужас какой-то творится. Семлементарный мордобой переходит. Да, вот такие моменты футбол не красят. Ну, нужно, конечно же, что-то предпринимать тренером. Ну, все. Тут даже болельщики пришли на помощь своим кумирам. Давайте уж, господа, все-таки миром разойдемся. Разошлись миром на футбольном поле. Давайте все-таки пожмем друг другу руки и уже и здесь не будем никого провоцировать. Здесь даже мачты стадиона гаснут. ну, вроде бы закончилось. Не знаю, применит ли матюни какие-то санкции. Вот так вот Волгарь завершает 2019 год. Сокращается преимущество от Алани до 4-х матчей, до 4-х очков, извините. Но все равно Волгарь в ранге лидера уходит на зимний перерыв. Ну, а после зимней паузы, знаете, в нашем футболе, может быть, что угодно, тут Журавлева успокаивает. Ну, что, вы видели все сами, дамы и господа. На гол то ли Александра Балунина, то ли Александра Степанова. Легион ответил пушечным ударом Юра Удуняна. И махачкалинцы увозят одно очко из Астрихни. Ну, я поблагодарю всех вас за то, что смотрели нашу трансляцию в 2019 году. Пусть у вас год завершится прекрасно. Увидимся в 2020. Ну, и сегодня по традиции для вас с удовольствием работала бригада под руководством режиссера Светогора Белова и комментатор Дмитрий Болозин. Любите футбол и болейте исключительно здоровья. Блин, я на фрисовку хочу, что там интересного будет. Дмитрий Болозин! Дмитрий Болозин! Дмитрий Болозин! Дмитрий Болозин! Что, должны я все считаю на свое. Как я фрисовку буду смотреть? Дмитрий Болозин! Дмитрий Болозин! О, точно! Дмитрий Болозин! Вроде, я тут это поение, где-то... что? Ну вот, 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 вот. Продолжение следует... 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 забили на то что мы знали то что будет провокация мы должны были быть более стрессоустойчивы то есть не отвечает целом команда это выполняла но когда на игрока набрасывается трое начинают сзади бить это по меньшей мере некрасиво по меньшей мере некрасиво так к сожалению не удалось выиграть а так я поблагодарил ребят целом за проделанную работу такой комментарий пожалуйста вопрос все счастливы и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok